Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Гон Хоу. С момента последней записи прошло довольно много времени, поэтому сейчас мне придется вспомнить. Но общая суть в чем? Похоже, что наша сестричка-то оказалась не самой традиционной ориентацией, и поэтому все сейчас вертится вокруг ее взаимоотношения с подружкой. Мы попали в подвал, и здесь вылезают все новые и новые факты о ее жизни. Давайте посмотрим. Дорогая Саманта Гринбрайер, мы хотели бы поздравить вас с вашим принятием в Reed College, то есть на летнюю программу для юных школьников 1995 года. Судя по вашим записям, мы хотим... Так, это мы читали, по-моему, помощь в размере 70%, 75% от программы. Отлично. Хорошо. Что еще тут может быть? Вы знаете, это история вообще, несмотря на то, что... Так, дедушкина книга. Книга дедушки. Джойс. Полное понимание. Ричард Гринбрайер. Отлично. Что вот это вообще такое? Почему его лицо вырезано? Для чего? И что это за звуки? Они меня беспокоят. Так, ну тут вроде как, насколько я помню, мы все почитали уже, поэтому давайте двигаться вон в ту сторону. Тут мы еще тоже не посмотрели, по-моему. Здесь просто огромная куча газет. Не знаю, вот как говорят у нас в России, если есть балкон, то он завален хламом. В Америке, судя по всему, у всех людей, у которых есть подвалы... Ух ты, секретная дверь. У всех людей, у которых есть подвалы, все завалено хламом по самой не горюй. Почтовая открытка. Привет, Сэм. Я пишу тебе из Malt Hall & Falls. Я здесь в глупом путешествии вместе с классом, который глупый, потому что это март. Короче, здесь, говорит, очень отстойно, очень холодно и мокро. Но все равно я бы хотел, чтобы ты была здесь. Подожди, ты же здесь, потому что я пишу, что ты здесь. Тебе из магазина подарок. Тебе говорили оставаться с группой, Кэти. Тебе говорили оставаться с группой, Кэти. Они там замудрились на часы во время этого путешествия. Они нашли какую-то тропинку, пошли по пути. Он весь был закрыт. Кустами. Мама и папа сказали, что вы в такие проблемы не попадали. А когда с Лони, она была незнакома. Мне показалось, что они знают о нас. А дети в школе, это совсем другая история. Всегда оставайся с группой, Кэти. Да, одноклассники вас тоже, похоже, не очень поняли. Беда, на самом деле. Дети, они самые жестокие люди, если так посудить. Хорошо, тут, я думаю, много всего интересного. Но, знаете, мне почему-то охота, в первую очередь, пойти туда. Нет, знаю. Давайте все-таки посмотрим. Прикольно. Блин, у меня точно такой же практически был. У меня был Голд Стар, я на нем слушал. Скута! Было клево. Какие были времена все-таки? Какие? Так, что это? Кто-то рычит. Это пакет. Дорогая Сэ, я так рада, что тебе понравилось. Те рисунки, которые... Когда я думал о нас, я их нарисовала, эти рисунки. Тебе понравится, Мексика. Природа здесь, говорит, совсем другая. Очень сильно отличается от того, что у нас дома. Я все думаю об Аллегре. Ну, то есть, помните, эти произведения, которые потерялась со своим первым помощником на мистическом острове. Когда я думаю о них вместе, я думаю, что это было бы просто великолепное безумие. И снова начинаю думать о тебе. Я лежу здесь на кровати, и я практически чувствую, что ты тоже хочешь, чтобы мы были вместе. Я, говорит, не очень хорошо справилась, но я пыталась. Ладно, хватит об этом. Твое последнее письмо... Я получила за день до того, как мы начали двигаться обратно на север. Так, ну давай, говорит, посмотрим, кто первый вернется домой. Если я первый доберусь до дома, то мы вместе его прочитаем. Да, у меня с собой куча фоток. Мы с тобой, говорит, потратим очень много времени в темной комнате. Твоя любовь, Лоня. Лах. Як. А прикольно, да, у них тут такая неплохая комнатушка получается. Что это такое? X-Ray рентген. Насколько я помню, здесь реально нужно каждую деталь вообще проверять, потому что может оказаться, что именно в ней вся загвоздка. Газет. Газета, говорю, кассета. Георг Скаут. Давай. Хе-хе-хе-хе. Как хорошо-то, ёп. Пёртный театр. Так. Хорошо. Это, короче, название песен. Говорит про группу, которая потеряла своего певца. Сказали, что он был отстойный. И в итоге Лони попросила из него место. Она сказала, я могу петь. Они спрашивают. Ты можешь? Она говорит, возможно. Она уже там где-то неделю. А теперь я сегодня видел, как они играют. И она просто великолепна. Я так за неё испытываю такую гордость. Так клёво гордиться тем, кого ты любишь. Все знают, что это временно, что она уезжает в июне. Но до тех пор я буду на каждом шоу с её участием. Так, ну хорошо. Подвал-то по-прежнему продолжается. Здесь что-то как-то криповастенько. Так, это не работает. И я, честно говоря, не вижу тут чего-то хорошего. Мне кажется, возможно, мы найдём какой-то осветительный прибор. И надо будет сюда прийти, и мы что-нибудь увидим. И здесь у нас очередной сейф, комбинация от которого мы не знаем пока. Так. Секунду. Кухня. А, это можно отсюда позвонить, туда? Ладно, возможно, в этом есть какая-то заманка. Тихо. Я всё больше и больше понимаю, что эта история, она не страшная. Она скорее просто жизненная. Ну, жизненная в пределах американского социума. Потому что у нас бы, я не знаю, такой, как вообще к этому отнеслись бы. Я не думаю, что это было бы реально. Тем более в такой глубинке. Ох, япона-мать. Извините за это. Я не могу взять этот телефон, потому что он лежит очень далеко. Так. Вроде. Хорошо. Так, и посмотрим, что это у нас такое. Блин, как это непрофессионально. Куда же это ведёт? Вы, блин, вы знаете, я подумал, что это кто-то стоит. Видите, вот эта штука. Я думаю, там кто-то стоит. А потом понял, что это не так. Так, хорошо. Куда же это нас ведёт? Я помню, что когда мы писали последнюю серию, я был настолько уставшим. Это, по-моему, та самая дверь, которая ведёт в раздевалку родителей. То есть, в их платяной шкаф, да? Нет. Это у нас что-то новенькое. Это прямо в комнату Кэти. Этого мы не знали. 1-9-6-3. Это, я думаю, нам поможет. Так, пойдёмте обратно. 1-9-6-3. На сейфе, как правило, замок, я думаю, потяжелее открывать. Там столько-то влево, столько-то вправо. Но 1-9-6-3. Я буду повторять это, пока мы не дойдём до туда, потому что иначе я это забуду. Сейчас я просто реально... Так, 1-9-6-3. Отлично. И что же у нас тут такое? Новое письмецо, бутылочка, коробочка. Давайте письмо почитаем. Так, вернуть отправителю. Хорошо. Дорогая сестрица. Судя по всему, моё последнее письмо осталось без ответа. Так или иначе, я чувствую себя просто как каким-то заключённым на этом острове. Но здесь нет никакого охранника, ни одной человеческой души, с кем можно поговорить. Только мой разум. И я постоянно погружаю себя. Бесконечно, бесконечно. Ищу какое-то решение. Так, моя вера в Бога. В общем, она очень долго копала себе. С тех пор, как мама ушла, я не получила ничего, кроме как подтверждения, ну, то есть самой себя. Так, подожди, нет, это же, это получается письмо от Оскара Массана. Блин, что ж ты такой невнимательный? Это тот самый человек, который находился в психушке, и он пишет, что он очень долго копался в себе. Он говорил, как ему тяжело, он всё время один, ему не с кем поговорить. И кроме того, письма, которые он посылает, ответа на них нет. И он пишет, с любовью, брата. Хорошо, что у нас в коробке? Антидепрессанты? А, это морфин. Он на морфиновой диете сидел, что ли? Это очень плохо. Так, хорошо, и что это нам всё даёт? Это всё лекарство, понятно. Давайте-ка мы посмотрим, возможно там... Да, смотрите, такое ощущение, что он реально кололся. Вон жгут лежит. Ещё одна. Морфин? Да, это морфин. Так, ну это нам немного даёт. Что же нам-то делать дальше? Письма мы взять не можем. Хорошо. Кстати, кто-то говорит, что типа просто вот так вот читай. На самом деле, это не очень удобно, по-моему. Так, что ещё там есть? Шприц. Шприц, я не думаю, что нам нужен. Хорошо, учтём. Честно говоря, я не вижу каких-либо подсказок тут, и я не понимаю, что мне это вообще всё даёт. Возможно, я что-то пропустил. Да, вроде нет. Я не думаю, что можно как-то одно применить на другое. Да и зачем вообще? В этом нет никакой логики. Так, ну хорошо, давайте смотреть дальше. Пока что никаких особо ответов у меня не появилось. То есть нам ещё более стала известна история Масана. Это глупо на самом деле. Хорошо, давайте смотреть дальше. Это мы уже читали. И больше тут вроде ничего и нет. Вы знаете, после того, как мы прозвенели вот здесь, вполне возможно, какие-то изменения произошли. Подожди, а почему-то это не звенит. Передняя дверь. Странно, на самом деле. Я не понимаю просто для чего это. То есть их нужно вешать, что ли? Колокольчики эти. То есть они сейчас без дела там висят. Это просто вешалка для них. А раньше они висели на дверях, в разных комнатах. Или это реально какой-то механизм, который позволяет прозванивать вообще целиком всё. Объясните в комментариях, пожалуйста. Я не понял числу. Хорошо, пойдёмте побродим по дому. Что у нас ещё осталось? Ключа у нас по-прежнему нет. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Это не тот ключ. Это ключ от подвала. Но в подвале мы как-то особо не почерпнули ничего. Бредмобил. Клёво. Костюм скелетов. Костюм девочки. Из дурдома. Почерк, конечно. Это ложь о ситуации с мамой и папой. Но оно того стоило. Это всё, говорят, девчонки на сцене. Это было так громко и круто. И офигительно. Все двигались вместе. Это мы уже читали. Ой, просто последняя серия, которую я перед этим записывала, она реально была уже невменяемая. Hypers. Жутенькая комната, на самом деле. Подожди, а мы тут были? Мы тут не были. Это то, что за закрытой дверью. Я понимаю, так нет? Да, вот. Отлично. Мы попали в новое место. Супер. И здесь что-то новенькое. Так. Салон Жозефина. Имя клиента. Джейн. Джейнс. То есть Гренбрайер. Мама. Стилист. Так, шампунь. Покраска. Маникюр. 119 баксов за 3 штуки. Неплохо, неплохо. У них тут лесники живут. Надо отметить. Так. Предложение повышения. Благодаря вашим прекрасным навыкам и прекрасной работе за последний год нашей службе нужны квалифицированные сотрудники для прямых операций, то есть с регионами. То есть в регионе работаем. Мы хотим предложить вам работу директора по менеджменту. Теперь вы, говорит, уже не будете работать в Флинток национальном лесе, лесу. Вы будете работать в офисе регионального менеджмента, расположенного на такой-то улице. Ваша помощь будет очень полезна для того, чтобы мы могли поместить кого-то на вашу должность. Пожалуйста, ответьте так скоро, как сможете о вашем решении. Мы будем очень рады вашему ответу. Попытно. Что за книжка? En espanol. Por qué? Журнальчики. Музыка и культура. Декабрь 1994. Прошла годка. Хорошо. Блин, в этом доме столько тайных дверей, что я не знаю, мне бы было жутко в нем жить, если бы я знал про это все. И вот эти скрипы, это реально, по-моему, очень бабаисто. Это какой-то билет. Земля, огонь. А, земля, ветер и огонь. Или это... Типа постановки. Какое-то. Офигеть. Сэмп. Этот череп был самой офигительной вещью из тех, что я нашла в Мексике. Он стоил примерно 3 бакса американских. Мне он очень понравился. С Рождеством. Очень скучаю по тебе, Эл. Подарочек от нашей подружки. Скажем так. Так, хорошо. И знаете, где-то здесь, мне кажется, мы найдем ключ. Чего так темно? Жуть какая. Офигеть. Этот дом вообще имеет края? Нет, это же пипец, как огромное. Хорошо, давайте по порядку посмотрим еще одну комнату. А дальше уже будем двигаться попозже, потому что мы что-то сейчас позвонили, среди по всему придется дальше бежать по ремонту. Ремонт заканчивается. Кстати, эту серию записываю днем, конечно. Мамина сумочка. так, это по лесным делам мануал. Привет, Джен, у меня два билета на EWF на вторник, но моя подружка сказала, что она не хочет пойти. А, это Риг ее пригласил, прикиньте. Ее вкус в музыке слишком уродлив, очень ежливо. Так что у меня остался один лишний билет. Я думаю, ты можешь в этом заинтересоваться. Это же явно будет более интересно, чем тестить кусты под проливным дождем, верно? Риг. Ух ты, Риг какой, все хотел рога понаставить нашему папане. Привет, мама, папа и Сэм. Ватикан странный. Вы можете видеть, как вы можете видеть, католическая церковь до сих пор, ну, то есть осталась богатым местом со средневековья. Я увидел все, все произведения искусства, включая Сикстинскую Чапель, то есть часовню, скульптуры, Микеланджело, да блин, ах, Донателло и других ниндзя-черепашек. Мама, мы должны сюда приехать вместе снова. Я бы хотел здесь побыть с кем-то, кто действительно ценит историю и, ну, помимо всего прочего, Кроме того, Сэм, у них очень много разных древностей и, кроме того, останки важных мертвых людей. Тебе тоже нужно поехать. Следующая остановка Барселона. Успокойся, папа. Меня, говорит, тут не побьет бык, то есть там, понимаете. Горо. Это какие-то комиксы похожи. Правосудие сейчас. Что такое? Пропуск Саманты Гринбраер в офис принципово. Хорошо. Ну, то есть пропуск на занятия, как вы поняли, я думаю. Сэм, так как ты отказалась выслушать нас во время ужина, твоя мама и я хотим сделать все максимально ясно, ну, то есть привести все в полный порядок, то есть полную ясность. Теперь ты будешь ограничена на целый месяц. В общем, целый месяц домашнего ареста. Кроме того, тебе запрещают пользоваться телефоном, машиной и чем-нибудь вообще иным, кроме школы. Мы понимаем, что ты делаешь, мы не можем позволить тебе дальше продолжать в том же духе. Ну, и кроме того, мы, говорит, тебе запрещаем закрывать дверь твоей спальни, когда лоню дома. Это наше последнее слово. Мы хотим, чтобы этого больше не происходило. Родители начали понимать, что тут просто... У меня был интересный разговор с мамой и папой этой ночью. Тебе бы такой точно не приходилось. А, у тебя бы такого точно не было. Ну, ты же знаешь, понимаешь? Я знала. Я знала с самого того момента Ши-Ра. А мама и папа нет. Они все это увидели, что у нас там есть. Мы должны знать, что ты, о тебе и Лоне сказали. Я думала, что они были злые или расстроенные. Они были просто равнодушны. Ты слишком молода, чтобы знать, что ты хочешь. Вы просто хорошие друзья. Ты должна встретить правильного мальчика. Это просто переходный период. Этого я не ожидала. Они меня даже не уважают достаточно, чтобы поверить на них дело. Саманта, какая же ты дурочка все-таки. Какой капец. Такие дела. Это, говорит, будет очень долгий переходный период. Хорошо. Салфетки. Все, по-моему. Что такое? Помятый какой-то манускрипт. Случайный воин. Терренс Л. Гренбрайер. Не сдавайся на этом, дорогой. Но это, похоже, жена написала, потому что он реально уже начал терять веру. С этими обзорами на всякую технику реально можно свихнуться. Тем более, когда это душ отбил талант. А он, как мне кажется, все-таки был талантом. Хотя, возможно, не все это увидели. Ну и что, давайте на этом заканчивать. За окном по-прежнему идет проливной дождь. Несмотря на то, что потеряла окончательно элементы хоррора. Ну, то есть, она изначально не имела, но просто я не знал, чего ждать от этой игры. Но вы знаете, несмотря на то, что я очень, честно говоря, не толерантен ко всяким сексуальным меньшинствам. И, честно скажу, их вообще отлично. Я к ним параллельно отношусь, если они там где-то не на виду это все делают, занимаются своими делами. Но когда вот эти вот гей-парады, там всякие начинаются массовые шествия, там, таких людей, я считаю, просто нужно реально, ну, не поддерживать ни в коем случае. Но это только моя точка зрения. Повторюсь, я крайне не толерантен. Я это не уважаю ни в коей мере. Вот. Мне скажут, ты скрытый гомосексуалист. На самом деле, конечно, конечно. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилась эта история, потому что, несмотря на все эти заковыки, она реально очень глубокая и очень интересная. Заставляет задуматься о некоторых вещах. Надеюсь, вам понравилось, потому что здесь есть над чем подумать. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok